Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Практически каждому из нас знакома полная маршрутка с сонными пассажирами, которые едут на работу ранним утром. Но все ли пользователи общественного транспорта ведут себя достойно в нем? В Соединенных Штатах Америки в метро произошла любопытная история. В час пик среди толпы уставших людей на скамейке вагона варяжно сидел маленький мальчик. И все бы ничего, но этот юноша занимал целых три места, хотя вполне мог скромно расположиться на одном. Он вытянул ноги, облокотился на маму, и внимания его способен был привлечь только мобильный телефон. В свою очередь его родительница сидела рядом. В доушниках о ее играла громкая музыка, а глаза были прикрыты темными очками. Женщина не сделала отпрыску единого замечания. Все в порядке вещей. Наверняка подумала дама в леопардовых лосинах. Спустя некоторое время из толпы вышел высокий парень, который с совершенно невозмутимым видом взгромоздился непосредственно на ноги бессовестному персонажу. Свидетели всего происходящего не поленились создать документальные подтверждения всего, а именно, они снимали видео на свои телефоны и фотографировали. В кадр попала и реакция невоспитанного ребенка. По его лицу было прекрасно видно, что он не ожидал, что кто-то осмелится потревожить его покой. Пассажиры, которым приходилось стоять после долгого рабочего дня, буквально ликовали. Справедливость была восстановлена. Разумеется, кто-то стал возмущаться. Кому-то подобный инцидент мог показаться нападением на мальчика. Но все мы понимаем, что парень просто решил преподать Юн Су хороший жизненный урок. Кстати, в конце концов, его мама отреагировала на несносное поведение ребенка и вдобавок ко всему отчитала парнишку. Так хочется верить, что эта история научит парня хоть немного уважать окружающих людей. Об этом мальчике можно говорить вечно. Однако все это произошло на другом континенте. В российском метро наверняка тоже встречаются совершенно разношерстные пассажиры. Но хотелось бы отметить, что комфорт в общественном транспорте создает не столько машины и сидения, сколько сами люди. А какие ситуации в общественном транспорте случались с вами? Делитесь своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.